Если позволите, Людмила, я вам хотела бы задать, может быть, даже личный вопрос. Вы не являетесь гражданкой Казахстана. Ответьте, пожалуйста, почему вы занимаетесь защитой прав именно казахстанских граждан? Ну, это очень такая, скажем так, далекая история, в том числе моей семьи, потому что моя бабушка, она была в концентрационных лагерях Архангельска, тоже в Караганде, она выжила благодаря поддержке казахстанцев и казахстанским традициям. И мне было всегда интересно приехать в Казахстан и просто посмотреть, насколько правда то, что она говорила. Я была в Караганде, посетила те места, где непосредственно она мне, будучи еще абсолютно маленьким ребенком, рассказывала, что она пережила. Это навсегда осталось в моей памяти. И так получилось, что после оранжевой революции, где тоже я встретилась с очень многими представителями гражданского общества Казахстана, я приглашала их в Польшу, где открыла свой фонд. И непосредственно так началось наше сотрудничество, что мы защищали права человека, рассказывали о том, что происходило на тот момент в Казахстане. И я была одной из студенток PHD в Польше и писала как раз-таки свою работу научную о национальном самосознании и становлении Казахстана. Вот просто потому, что так сложилось исторически, мне было очень интересно понять, что же это за народ, который так спас и так помог моей семье. И так получилось, что в один из дней, это 16 декабря 2011 года, когда я проводила интервью казахстанцев, многих из них либо пытали, либо расстреляли прямо в прямом эфире. Вот как мы сейчас общаемся, только я общалась по скайпу. Интернесс всегда осталась для меня огромной-огромным отпечатком. Я бы сказала, даже в некоторой степени депрессивным. И изменила мою жизнь, потому что я посвятила как минимум следующих три года для того, чтобы освобождать этих людей, получила все свои контакты в Европейском парламенте, Европейской комиссии, чтобы эти люди вышли на свободу или как минимум их имена были оправданы. Это жена-зенцы, это, конечно же, трагедия и массовые расстрелы в жена-зенах. И с тех пор так сложилось, что часть моей правозащитной деятельности, потому что я занимаюсь правозащитой в очень многих странах, практически весь постсоветский, все постсоветское пространство, и сейчас даже глобально, даже страны Африки, Латинской Америки. Но Казахстан навсегда остался именно из-за этой личной истории у меня в сердце. И я, насколько могу, помогаю. Даже несмотря на то, что сейчас большинство нашего внимания сфокусировано на Украине, тем не менее мы стараемся помогать по защите прав человека в Казахстане. Спасибо вам большое, Людмила.